2014 год – юбилейный для усадьбы Дюрингера. Это здание в стиле модерн с использованием элементов западноевропейского средневекового зодчества и украшения города и его боль одновременно. Красивый объект культурного наследия давно нуждается в серьезной реконструкции. И первый шаг в этом направлении, наконец, будет сделан. Мы сейчас хотим уделить внимание самым больным местам здания. Это одна из балок перекрытий кровли и есть деформация у входной группы. Мы договорились о том, что одна из реставрационных компаний 21 числа проведет обследование конструкций, напишет свое заключение. И мы будем выходить на администрацию города с тем, чтобы попытаться решить вопрос финансирования из резервного фонда. Внимание общественности властей к дому Дюрингера удалось привлечь при помощи журналистов. Газета «Рабочий край» провела трехэтапное голосование среди ивановцев, и усадьба оказалась в тройке лидеров. На память об этом голосовании на главный дом усадьбы Дюрингера установили информационную доску, чтобы жители дома помнили, а проходящие мимо знали, что это здание представляет особую историческую ценность, и относиться к нему нужно бережно. Мы сделали проект по аналогии с всероссийским голосованием «Россия-10». Было интересно, что выберут ивановцы, какие достопримечательности. И вот дом Дюрингера занял вторую позицию в этом голосовании, и это достаточно большое количество голосов. Всего голосование участвовало в общей сложности около трех тысяч человек. То есть это объект, который заслуживает большого внимания, ивановцам он нравится, и они считают его необычным. В департаменте культуры уверены, ремонтные работы в усадьбе начнутся. Жильцы дома обещаниям уже почти не верят. Слишком долго внимания на уникальный дом никто не обращал. Однако уже в этом году начнется разработка проектной документации. Помочь в этом готов Политехнический институт. Студенты под надзором проектировщиков-реставраторов займутся созданием проекта и сметой. При наличии этих документов изыскать средства будет легче.